Здравствуйте, Арсений Селезнев зверовой. Вот такой вот у меня урожай на черной смородине. Первую половину лета, вернее весны, я тут часто поливал жидким удобрением. То, которое мне порекомендовали в прошлом году скислять траву, а потом разбавлять водой и поливать. Там можно бесконечно разбавлять, пока есть хоть какой-то твердый материал. И также добавлял туда куриного. Снизу мульча и вот такой вот урожай. Видно, не сильно крупные, но в прошлом году этот куст выглядел просто ужасно. Он был засыхающим. Позапрошлым году был засыхающим, не было времени заниматься. Ну вот так вот за два года он вот так выглядит просто шикарно. Так что жидкие удобрения плюс мульча из травы под кустами смородины, даже старой какой-нибудь засыхающей, несчастной вполне вам помогут. Также я выкопал вот тут где-то ямку лопатой и поливал именно в глубину, в углубление, чтобы не росяные корни вот эти, которые приповерхностные работают, а работали те корни, которые идут в глубину, и чтобы туда проникало удобрение. Сделаю такие, наверное, инструмент, чтобы как можно глубже и уже сделать, делать такие вот углубления. Прямо туда будут заливать все удобрения, а корни сами будут расти в глубину. Им не будет страшна тогда засуха. У нас поллета была засуха, поэтому такие вот небольшие, но зато очень сладкие. Смородинки получились. Арсений Селезнев-Зиробой. Делайте жидкое удобрение. Оно вам практически ничего не стоит, кроме как емкость занять какую-то и вода. И разбавляйте его, конечно же. Поливайте хотя бы первую часть. Вот это недавно я перестал поливать, когда они формировались, чтобы нитраты не накапливались. Ну а так, в принципе, ничего. Помогло. Вот такая вот снизу. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока.